Всем привет, это краткий пересказ фильма «Голый пистолет 2». А перед началом давайте наберем 90 лайков и следующий пересказ будет еще лучше. Президент собрал званый ужин в Белом доме, на котором присутствует наш Фрэнк. Пока он делал попытки есть лобстера, он также неосознанно трогал сиськи и портил весь ужин. Оказалось, что они с Жейн расстались, и сейчас Жейн занимается своими делами на работе. Тут подъезжает доктор, который говорит, что у нее хорошая прическа. Доктор рассказывает, что был какой-то придурок на собрании в Белом доме, который все испортил. После того, как эти двое уходят, приходит уборщик и говорит охране, что он недавно нашел вот эту штуку, похожую на динамит. Охранники начинают поправлять время, и происходит взрыв. Через какое-то время, наполовину помыв свою машину, Фрэнк переезжает уже на место взрыва. Там они осматривают место преступления и то, что осталось от людей. Там он встречает Жейн. Жейн показывает Фрэнку место, где она работает. Там Фрэнк неосознанно устраивает маленькую аварию. Жейн знакомит его со своим новым парнем Фландерсом. Фрэнк начинает ревновать, и Фландерс пока не понимает, что происходит. Уже вечером Фрэнк сидит в месте, где обычно люди идут на тот свет. Клуб «Разбитая печаль». Там его находит его товарищ и говорит, что нужно что-то делать. Он не должен плакать, потому что слишком людей здесь много плачет. В это время его нашла Жейн. Фрэнк идет к ней, но по ошибке садится и признается в любви мужику. Там они разговаривают про то, что почему они расстались и как это все могло быть. Фрэнк начинает гнать на нее, что она дура. Жейн хочет его ударить, но Фрэнк ловит обе ее руки. Но третья ее влагалищная рука попадает ему по лицу. Оказывается, что недалеко от места преступления во время взрыва был найден бумажник с вырезкой из газет про одного боксера по кличке Скала. Они вычислили, где он сейчас находится и приезжают на его место работы. Фрэнк подбирает себе размерчик и одновременно отвлекает продавщицу, пока Нордберг залезает под машину, чтобы установить жучок. Но Скала залезает в машину и уезжает вместе с Нордбергом. Начинается погоня, где Нордберг из одной машины перелетает в другую. Бойцы свата окружили дом, где сидит Скала. Скала уже готова сдаться, после того, как увидел, что бежать уже некуда. Но Фрэнк у этого мало. Он садится в штурмовой танк и начинает устраивать бойню. Он не справляется с управлением, слонит половину дома, а потом уже попадает в городской парк, откуда выбегают все хищники. После этого Фрэнк приезжает на заседание, где находятся Джейн и Фрэландерс. Сначала он танцует с Джейн, а потом уже обвиняют в открытую Фрэландерса, что это тот мудак. И у него ничего не получится, что это он нанял Скалу. Тот шлет его в город в мытище, чтобы он там и починил свои зубы, потому что у него воняет изо рта. Уже этим вечером Фрэнк приезжает к Джейн попить холодненького чая. Джейн замечает, что она потекла и поэтому идет подмываться в душ. А его бы не знали, что Скала был нанят, чтобы убить Джейн и по возможности Фрэнка. Он уже готов убить Джейн, но та пойдет в душе любимую песню Скалы. Тот начинает подпевать и Фрэнк начинает с ним драться. После разрухи Фрэнк хватает одну деталь и начинает тушить Скалу, а после идет Джейн. После того, как они услышали взрыв Скалы, они начинают думать, что нужно все-таки проверить друг другу состояние дырок. Фрэнк и вся полиция приезжают уже на место собрания всех бандитов. Фрэнк старается проникнуть осторожно, но несколько раз палится и даже затаскивает собаку на крышу. Он падает, говорит секретное слово, чтобы спецназ пришел на помощь, но они были заблокированы и поэтому Фрэнка берут в плен. Оказывается, что у доктора есть двойник, который умеет ходить, тоже замешан в криминале. Фрэнк освобождается и не замечает, как все, что он толкал, падало на доктора. Тут прибегает полиция, хватает бандитов, но один коп говорит, что с него достаточно избиения инвалидов, это переходит все границы и хочет вызвать одного бандита один на один. Но в итоге бандит его избивает. Все остальные хотят пробраться на собрание. Через главный ход они зайти не могут, потому что Фландерс уже готовится засунуть свои усики в джейновые трусики. Фрэнк и его товарищи переодеваются, попадают на сцену, устраиваются выступления и чернокожий коп нравится бабульке, которая хочет с ним перепихнуться. Фрэнк находит подставного доктора, который начинает его бить. Но молодые прибегают и сбивают Фрэнка, потому что тот не должен бить инвалида. Но двойник нападает на одного из копов, оригинальный доктор вырубает обоих и выезжает на сцену. Просыпается Фрэнк и думает, что на сцене подставной доктор. Начинает его упаковать, бить и даже пинать по жопе. После некоторых перестрелок и взрывов они добегают до Фландерса, который уже хочет превратить все в разваленное. У него есть огромная бомба и он ее готов взорвать. Но в драке Фландерс вылетает в окно и летит насмерть, не разбиваясь и приземляется чуть ли не на ноги на тротуар, где его сжирает хищник, который сбежал из зоопарка после того, как Фрэнк сломал танком их неограждение. Они не понимают, как нужно спасать ситуацию, ведь времени осталось мало. Они выводят одну программу и она сокращает время и скоро бомба взорвется. Они уже готовы бежать и во время бега Фрэнк задевает провод, который отключает бомбу. Они всех спасают и Фрэнку предлагают огромное повышение и много возможностей. Но он уходит из полиции, чтобы быть со своей любимой. Фрэнк Фрэнк Фрэнк